здравствуйте дорогие студенты сегодня продолжим онлайн лекции по высшей математике сегодняшняя наша тема сегодняшняя наша тема функциональные ряды основные понятия мажорируемые ряды непрерывной суммы функционального ряда дифференцирования и интегрирования функциональных рядов пока все соберутся то есть сейчас активно идет вход в эту нашу платформу я хочу вам сказать что сегодня сегодняшняя лекция по этому расписанию она последняя со следующей неделе расписание меняется со следующей неделе у нас мы будем работать по расписанию вуза транспортного университета который нам определил новое расписание расписание то есть дни и время для вашего потока когда будет онлайн лекция по высшей математике я сообщу в конце недели то есть в конце недели я нашу телеграм-группу помещу объявление расписание со следующей недели то есть расписание меняется вот это я хочу вам передать чтобы вы своим друзьям своим однокашникам передали так ну давайте начнем сегодняшнюю лекцию как вам известно лекция наша она посвящена функциональным рядам это по название видно мы начале семестра начали изучать новый раздел это ряды начале мы изучили числовые ряды это ряд когда членами ряд являются числа теперь мы сегодня перейдем изучение нового раздела новую тема именно это функциональные ряды давайте в начале ознакомимся понятием функционального ряда я хотел у вас удостовериться мой голос слышно вам слышно текст виден надо вначале мы с вами рассмотрим понятие функционального ряда так определения бесконечный ряд вида у 1x плюс у 2x плюс и так далее у nx плюс и так далее членами которого являются функции называется функциональным рядом он обозначается так то есть он обозначается как в таком виде который мы обозначили через номер один то есть фактически выражение которое мы обозначили номером один это фактически общий вид функционального ряда что здесь важно в отличие от числового ряда здесь членами ряда кажется являются что функции функции вот отсюда и это истекает или вытекает название этого ряда то есть бесконечный функциональный ряд членами которого является значит функции пример вот например рассмотрим функциональный ряд который общие член которого выглядит виде дроби числителя x степени n деленное на n вот это есть общий член функционального ряда на место n если мы поочередно будем ставить значение 1 2 3 и так далее то у нас будет поочередно получаются все члены этого функционального ряда вот три члена написано остальные значит таком дух и будет продолжаться теперь для функционального ряда тоже понятие сходимости существует и очень это важное понятие сходимость функционального ряда определяется для каждой точки то есть фактически рассматриваются некоторые множество числовых рядов что это означает вот у нас функциональный ряд состоит из функции но для того чтобы его исследовать насходимость оказывается мы должны какую-то точку рассматривать это точка по значениям x фактически получается здесь надо сказать что все члены функционального ряда вот у 1x у 2x у 3x область определения этих функций существует давайте мы можем условиться что областью определения этих функций является отрезок а б то есть все эти функции вот эти члены ряда члены ряда эти функции они определены на отрезке а б следовательно чтобы исследовать насходимость этого ряда нужно рассмотреть допустим произвольную точку x из этого отрезка а б то есть x берется из отрезка а б и понятно что для в каждой точке x из этого отрезка наш наш функциональный ряд переходит числовой ряд потому что мы в этой точке значение функции вычисляем когда значение функции вычисляем это будет у нас число появится то есть мы будем иметь дело числовым рядом так давайте для установления сходимости функционального ряда как и в числовых рядах рассматриваются частичные суммы вы знаете частичные суммы в общем случае можем рассмотреть энную частичную сумму вот это энная частичная сумма snx это у 1 x плюс у 2 x и так далее до включительно у nx то есть мы берем сумму первых n членов это этого ряда то есть n функции как случае числового ряда здесь тоже для того чтобы определить сходимость начале нужно написать или определить вот эту ин н-ную частичную сумму теперь еще одно определение дадим соотношении соотношений вида 3 соотношение вида 3 вот она она называется n остатком функционального ряда соотношение вида 3 называется н остатком Если мы обратим внимание на вид этого соотношения, то есть n остаток функционального ряда, то получается он начинается с функции номера n плюс 1, x плюс u, n плюс 2 и так далее до бесконечности. То есть фактически получается, что это та часть ряда, которая остается после выделения первых n членов. То есть мы первое n выделили, это у нас получилась n частичная сумма, а после n номера, это же бесконечный ряд, начинается n плюс первый номер, потом n плюс второй номер и так далее до бесконечности. Вот всю оставшуюся часть, это есть остаток функционального ряда. Например, если мы возьмем в виде n частичной суммы 20 членов этого ряда, то есть u1 плюс и так далее u20, x, то n остаток, то есть 20 остаток функционального ряда будет начинаться с функции u21 номер плюс u22 и так далее. То есть первые 20 оказались выделены, кроме них оставшуюся часть и есть остаток функционального ряда. После этого введения этого понятия, в принципе функциональный ряд можно представить в виде суммы. Вот это четвертое выражение, вот оно. То есть функциональный ряд, когда у него члены бесконечные, начиная от единицы до бесконечности, может быть представлено snx, это что? n частичная сумма, вот это номер два, мы здесь его обозначили. Это вот n частичная сумма, первая n, сумма первых n членов, плюс n остаток функционального ряда. А n остаток начинается с n плюс 1 и до бесконечности, то есть вот эта часть. Вот так можно функциональный ряд представлять. Значит, n частичная сумма и n остаток функционального ряда. То есть, в принципе, выражение 4 из-за определения вытекает. Теперь давайте еще рассмотрим понятие в этом случае, понятие суммы функционального ряда. Для этого рассмотрим определение 3. Будем говорить, что ряд 1 сходится к функции sx. Будем говорить, что ряд 1 сходится к функции sx. А что такое ряд? Это данный нам функциональный ряд. Вот он. Запомните, вот первый ряд мы будем к нему апеллировать, его будем ссылаться несколько раз. Вы запомните, первый ряд это в самом общем виде функциональный ряд. Продолжим определение. Значит, будем говорить, что ряд 1 сходится к функции sx, если будет выполнено вот это соотношение. Если будет выполнено вот это соотношение. А что за это соотношение? Это предел, то есть лимит, n-частичной суммы при n-стремянственной бесконечности. Как раз это по определению дает нам что? Сумму ряда. Сумму ряда. Значит, в случае числового ряда определение было аналогичнее. То есть мы брали n-частичную сумму и переходили к пределу. То есть переходили к лимиту. Вот предел, если он был, существовал и был равен конечному числу, то мы говорили, что ряд сходится. В обратном случае мы говорили, что ряд расходится. Аналогично здесь будем поступать. Значит, если будем говорить, что ряд сходится к функции sx, если будет выполняться вот это соотношение. sx, sx, вот это x справа, который, называет суммой функционального ряда. sx называет суммой функционального ряда. То есть фактически получается, здесь отличие от числового ряда состоит в том, что сумма является функцией от x. То есть от x зависит. От x зависит. Понятие сходимость ряда можно определить и на языке epsilon-delta. Это так называемое определение, чисто математическое определение. Обычно в математике такой терм есть. На языке epsilon-delta. Давайте его проведем для полноты изложения. Определение 4. Будем говорить, что ряд 1 сходится в точке x к sx, если для любого положительного, сколько угодно малого, epsilon, существует номер, номер, номер n, что для всех номеров больше, чем этот n, будет выполняться соотношение, вот это соотношение. Это определение сходимости на языке epsilon-delta. Значит, дам пояснение этому определению. Значит, будем говорить, что ряд 1 сходится в точке x. x это что? Это некоторая точка из области определения функции, то есть из отрезка AB к sx. sx у нас сумма ряда. Если для любого положительного, сколько угодно малого, epsilon, обычно epsilon выбирается вначале, производно, существует такой номер n. n, обратите внимание, зависит от epsilon и от x. То есть он зависит от зависимости от epsilon. Если другой epsilon берет, то он меняется. И если вы рассматриваете другую точку, то тоже меняется. То есть номер зависит от epsilon и от x. Какую точку мы рассматриваем. Что? Ну, существует такой номер, что для всех номеров больше, чем этот номер, то есть n больше, чем n. Это n номер члена, вы знаете. Будет выполнять соотношение. А это соотношение, вы знаете. Это соотношение означает, что модуль разности, модуль разности между n-частичной суммой и суммой ряда, вот разность, это n-частичная сумма, это сумма ряда. Вот модуль этой разности будет меньше, чем на период выбранной нашей альфа, наше альфа, наше альфа. То есть мы epsilon выбираем и утверждаем, что существует такой n, что при всех n больше n будет выполняться вот это. То есть означает, что какой бы мы ни приняли epsilon, то есть не выбрали epsilon вначале, мы всегда можем добиться найти такой номер, после которого будет выполняться достаточно близость между суммой ряда и n-частичной суммой. Вот этот факт здесь утверждается. Продолжим. Теперь понятие, область сходимости функционального ряда. Определение. Множество точек, в которых функциональный ряд сходится, называется областью сходимости этого ряда. Повторю определение. Множество точек, в которых функциональный ряд сходится, называется областью сходимости этого ряда. Как это надо понимать? Для того, чтобы понять сходимость функционального ряда, мы сказали, что надо рассматривать какое-то значение x. То есть из отрезка AB мы должны какую-то точку рассмотреть. И в этой точке мы должны вычислить все значения или все члены функционального ряда. То есть если мы функцию в какой-то точке вычисляем, считаем, то это получается уже числа. И получается числовой ряд. Его мы исследуем на сходимость. Если он сходится, мы говорим, что это относится к области сходимости. То есть мы какую-то точку рассмотрели, там получается числовой ряд, который сходится. Значит, мы его налево, допустим, взяли. Другую точку рассмотрим, там получается числовой ряд расходящийся. Эта точка вправо. Другую точку осмотрели, сходится влево. Вот таким образом мы можем определить все точки, в которых полученные числовые ряды являются сходящимися. Вот множество вот этих точек, в которых функционально сходятся, и называется областью сходимости этого ряда. Отыскывание области сходимости во многих случаях является делом довольно сложным. Однако для многих рядов применяются известные признаки сходимости. Вы сами знаете, что мы в предыдущих лекциях изучили несколько признаков сходимости. В частности, признаки Даламбера, признаки Каши, интегральный признаки Каши, признаки сравнения и другие. Для знакопеременных рядов мы рассматривали признаки Лейбница и другие признаки, которые в данном случае можно было использовать. И вот когда мы рассматриваем уже функциональные ряды, здесь можно с некоторой оговоркой при выполнении некоторых условий воспользоваться этими известными нам признаками. Вот об этом мы здесь говорим. Так, давайте мы определили область сходимости функционального ряда, и в общем случае нахождение области сходимости это достаточно сложная работа, сложная задача, мы, как сказать, это константируем. Теперь давайте рассмотрим один пример функционального ряда и постараемся найти его область сходимости. Рассмотрим ряд. Вот рассмотрим ряд. Вот общий член этого ряда, дробная величина, числитель х степени n делён на 2 степени n. И установим область сходимости данного ряда. То есть фактически вычислим область сходимости данного ряда при помощи признака сходимости каши. То есть при помощи признака сходимости радикального признака каши. Напомню вам, что радикальный признак сходимости каши состоял в том, что из общего члена надо было извлечь корень n степени. Здесь тоже фактически получается, мы берем общий член, но в случае, когда признак каши, это для знакоположительных рядов. Поэтому мы здесь обеспечим, чтобы знакоположительность, мы берем модуль, берем того, что числитель, модуль xn. И тогда тем самым обеспечиваем положительность. А 2 степени n, мы знаем, она всегда положительная величина. И из этого выражения, из общего члена, мы извлекаем n корень. Здесь показатель корня, он здесь не помешан, не видно просто. Он n. Это не квадратный корень, а корень n степени. Вот это надо иметь в виду, корень n степени. Тогда, так как и числительный знаменатель степени n, то когда мы извлекаем n корень, то у нас получается здесь, эти n исчезают, и мы получаем модуль x деленный пополам. То есть фактически предел, вот этот предел, он равен вот этому выражению. То есть модуль x деленный на 2. Ну, потому что x степени n, если извлечем n степень, x получится 2 степени n и 2 получится. Так как здесь у нас уже n не участвует, значит предел, вот этот лимит, он равен вот этому выражению. Здесь участвует x. Теперь напомню, признак, радикальный признак Аши, согласно которому, вот этот предел должен быть меньше единицы, для того, чтобы ряд сходился. Значит, мы вот это условие, предел, мы пишем, пишем условие меньше, чем единицы. Дорогие студенты, вот у кого там шум, пожалуйста, выключите свои микрофоны, или постарайтесь не шуметь, потому что другим мешаете. Продолжим. Значит, по признаку сходимости Аши в это выражение предел должен быть меньше, чем единица. Из этого неравенства, вот модуль x пополам меньше единицы, вытекает эквивалентное неравенство, модуль x меньше, чем 2. А модуль x меньше, чем 2 равносильно вот этому неравенству, то есть двойному неравенству. То есть x должен быть больше, чем минус 2, но меньше, чем 2. То есть между минус 2 и плюс 2 должен x меняться. Для того, чтобы на основании радикального признака шеи ряд был сходящимся. То есть, если х между минус и 2 и плюс 2, то ряд этот сходится на основании радикального признака шеи. Вот это и сформулируем. Однако, можно сказать, что областью сходимости данного ряда, вот мы определили первоначально, это между минус 2 и до плюс 2. Вот эти все значения х, при этих значениях, ряд является сходящимся. Ну, однако, для выявления всех точек области сходимости надо проверить на сходимость и на граничных точках. То есть, в точке минус 2 левая граница и в точке плюс 2. То есть, вот здесь мы определили интервал, но самые граничные значения мы должны отдельно рассматривать. Поэтому, отдельно в точке минус 2 левая граница и плюс 2 мы должны проверить. А как проверить? Очень просто. Вот выражение, которое мы имеем, функциональный ряд, вместо х поочередно подставим эти значения. Левая граница минус 2 и плюс 2. Вот. При х минус 2 получится ряд вида. Минус 1, плюс 1, минус 1, плюс 1. Как это получается? Вот. Вот если вот сюда мы подставим минус 2. Минус 2, вы знаете, в нечетной степени будет отрицательное число. Но так как здесь 2 степени n тоже, они одинаковы, просто здесь минус будет, здесь плюс. Из-за этого, в зависимости от n, при четном плюс 1, при нечетном минус 1. То есть, 2 и 2 сокращается, а минус 1 степени n у нас будет давать знаки. Плюс 1, минус 1. То есть, ряд расходится. Почему? Потому что этот ряд, у него общий член к нулю не стремится. То есть, необходимые условия сходимости ряда здесь не выполняются. Общий член должен стремиться к нулю, вы знаете, если ряд сходится. Здесь не выполняется, следовательно ряд расходится. При х равном 2, при х равном 2, получится ряд такого вида. Этот ряд также расходится. Почему? Потому что, вы знаете, он состоит из единиц, и если просуммируют его, это будет бесконечность. С другой стороны, необходимые условия здесь тоже не выполняются. Мы ранее говорили, если необходимые условия не выполняются, автоматом вытекает, что ряд расходится. А необходимые условия, я напомню вам, должно быть, что при стремлении номера члена к бесконечности, общий член должен стремиться к нулю. Этого не происходит, значит ряд расходится. Следовательно, область сходимости данного ряда является интервал от минус 2 до плюс 2. Продолжим. Теперь рассмотрим новые понятия, которые в предыдущих лекциях по рядам не встречалось. Это равномерная сходимость функционального ряда. Продолжим. Вообще говоря, сходимость функционального ряда зависит от точки, в которой этот ряд рассматривается. Когда мы говорим это продолжение, мы всегда помним, что от точки X. X меняется на отрезке AB. AB это есть область сходимости этого ряда. Или область определения функции, где мы рассматриваем сам функциональный ряд. Он может быть в некоторых точках сходиться, в некоторых раз сходиться. Но в этом случае, когда мы определяем, что пусть его областью сходимости является интервал или отрезок AB. То есть, сходимость, конечно, будет зависеть, какую точку этого интервала мы рассматриваем. И от точки к точке будет меняться значение, например, суммы этого ряда. Однако, существуют такие функциональные ряды, когда определение сходимости на некотором множестве не зависит от точки, в которой рассматривается функциональный ряд. Это означает, что если от точки к точке меняется сумма, допустим, и в зависимости от этого будет меняться определение сходимости. Но такие существуют функциональные ряды, для которых это не происходит. Для любого значения X из рассматриваемого отрезка будет находиться определенный номер, который удовлетворяет понятие или условия сходимости. Определение. Пусть задан функциональный ряд. Вот он. Пусть задан функциональный ряд. У, N, X, общий член. Тогда, если по произвольно выбранному положительному, сколько угодно малому, эпсилену, можно определить такое число N. Такое число N. Это номер. Обратите внимание, зависит только от эпсилен. Не зависит от X, что для всех N больше или равно N, выполняется неравенство. Вот это неравенство. То будем говорить, что ряд один сходится равномерно. Вот. Обратите внимание, что вот это определение равномерной сходимости, чем отличается от определения сходимости. В определении сходимости, которое мы выше давали, вот этот номер зависит от X и от эпсилен. А вот в случае равномерной сходимости N зависит только от эпсила. Остальное, как в случае сходимости. То есть, сколько угодно малое положительное число эпсилен вы не выбирали, вы можете произвольно выбрать положительное число. Например, однотысячную или одномиллионную, однотриллионную и так далее. Кому что угодно. Несмотря на произвольный выбор, всегда можно найти номер такой, обратите, независимо от X. Что для всех номеров, вот N, маленький номер, больше, чем выбранный номер, будет выполняться вот это неравенство. Это неравенство, мы раньше тоже выше смотрели. Это абсолютное значение, абсолютное значение разности между N частичной суммой и суммой ряда. То есть, SX это полная сумма, а SN это частичная сумма. Вот разность между ними будет сколь угодно малой. Другими словами, частичная сумма, сколь угодно, будет приближаться к самой сумме. К самой сумме. То есть, разность между ними будет сколь угодно мало. Ну, начиная с какого-то номера, естественно. То, если N не будет зависеть от X, то в этом случае ряд называется, сходится равномерно. Для равномерно сходящихся рядов N пригоден для всех X. То есть, из этого отрезка, AB1, N мы найдем, он будет пригоден для всех X. Существует как равномерно сходящийся, так и неравномерно сходящийся ряды. Вот это надо иметь в виду. То есть, не все ряды равномерно сходящиеся. Могут и неравномерно сходящиеся. Пример. Сейчас проведем. Одного неравномерно сходящего ряда. Вот, например, взяли ряд с общим членом X степени N-1. Вот он. Ну, мы знаем, что это геометрическая прогрессия с знаменателем Q. Знаменатель Q равен X, вы знаете. Здесь, если мы напишем, первое будет X0, это 1 будет, да? 1 плюс X плюс X квадрат и так далее. Вот такой ряд геометрическая прогрессия. Мы знаем правило, когда эта прогрессия сходится. Она сходится в интервале минус 1 плюс 1. То есть, в этом интервале эта прогрессия сходится. Это связано с тем, что знаменатель прогрессии по модулю должен быть меньше единицы. Понятно. Мы знаем. Остаток ряда после n-ого члена. Остаток ряда после n-ого члена. Он выглядит вот так. n-ый остаток. Он вот так выглядит. Его можно найти по формуле. Его можно найти по формуле. Сумма бесконечного убывающего прогрессия. Здесь же бесконечное количество членов. Поэтому можно вот сумма у нас формулы, если бесконечного убывающего формула B1, то есть первый член, а внизу 1 минус X. 1 минус Q. X у нас вместо Q. Поэтому вот эта формула справили. Следовательно, n-ый остаток выглядит вот так. Мы здесь использовали формулу для суммы бесконечного убывающего геометрического прогрессия. Теперь давайте произвольно фиксируем n. То есть фиксируем n при каком-то значении. И постараемся найти значение вот этого остатка. У нас, так как мы рассматриваем область сходимости от минус 1 до плюс 1, при приближении к минус 1, то есть к левой границе справа, остаток будет стремиться, вот этот остаток будет стремиться к одной второй. Как это? Потому что X стремится к минус 1 с правой стороны. Когда X стремится к минус 1, минус X стремится к плюс 1. В итоге у нас получается, если по модулю рассматривать, здесь модуль, значит вот этот частитель нам, так как стремится к единице, даст единицу, а здесь двойка. Потому что X стремится к минус 1, вот к левой границе. И в итоге мы получим при X стремлении к минус 1 справа, что в этом случае предел остатка равен одной второй. То есть в этом случае остаток будет стремиться иметь значение одна вторая. Если же мы рассмотрим те значения X, которые близко к правой границе, то есть вот к X стремится к 1, к единице, ну уже слева, минус 0 это слева, то в этом случае остаток будет стремиться к бесконечности. Почему? Потому что здесь получается, в этом случае, когда мы к X стремимся, здесь вот в этом выражении, в этом выражении, по значению абсолютного значения числителя будет стремиться к единице, но знаменатель будет стремиться к нулю. Поэтому здесь общее выражение будет стремиться к бесконечности. И вот эти отношения, вот это отношение показывает, что осуществить для всех X одновременно, чтобы модуль остатка был меньше, чем епсилон. Здесь епсилон произвольно выбранное число. Например, при епсилон меньше, чем одно второе. Например, для епсилона мы возьмем 0,4. Если 0,4, то вот этот предел будет 0,5. То есть оно не будет, предел остатка не будет меньше, чем епсилон. Должно быть меньше епсилон для того, чтобы было сходимость. Вот здесь мы говорим об этом. Поэтому здесь мы не можем это обеспечить в данном случае. Поэтому здесь, в этом случае, мы не можем говорить, что этот ряд равномерно сходится. И в префиксировании M мы не можем, оказывается, для всех одно и то же N найти. И при том, значение будет больше, чем, скажем, 0,4. Следовательно, это указывает, что этот ряд сходится неравномерно. Теперь, когда мы уже дали понятие равномерной сходимости Верш-страсса, то, что мы дали в определении сейчас на языке епсилон-делта, это строго математически верно, но оно не очень удобно ею пользоваться на практике, то есть при решении задач. Для того, чтобы можно при решении задач использовать, есть другой признак, он называется признак равномерной сходимости Верш-страсса. То есть, это признак Верш-страсса, он показывает, при выполнении каких условий, при выполнении каких условий, рассматриваемый ряд будет являться равномерной сходимостью, или равномерно сходится. То есть, это очень важный признак, и практически он очень интересен и плодотворен. Поэтому давайте внимательно его рассмотрим. Так, признак равномерной сходимости Верш-страсса. Существует признак равномерной сходимости, предложенный немецкой математикой Верш-страсса. Теорема. Пусть задан функциональный ряд. Пусть задан функциональный ряд ВИД-1. Вот общий функциональный ряд ВИД-1. И числовой ряд. Вот он. Числовой ряд с общим членом АН-2. Значит, нам задан функциональный ряд ВИД-1 и числовой ряд ВИД-2. С положительными членами. Значит, у числового ряда все члены положительные. Вот этот знакоположительный ряд. Если существует такое постоянное число S, если что такое постоянное число S, констант, вот постоянное число S, что? Будет выполняться вот это неравенство. Вот. Что такое это неравенство? Значит, значение у н-го по абсолютному значению, то есть модуль произвольного члена функционального ряда, модуль, не превосходит S умноженное АН. То есть не превосходит произведение этого вот этого числа, константа, постоянного числа, и соответствующего члена числового ряда АН. То есть, если вот это будет выполняться, то есть члены функционального ряда по модулю не превосходят соответствующие члены числового ряда, умноженные на какой-то S. То при сходимости ряда 2, ряд 1 сходит равномерно. Эту теорему еще раз повторю. Значит, пусть задан функциональный ряд 2, и числовой ряд 1 функциональный ряд и числовой ряд 2 с положительными членами. Если существует такое S константа, то есть постоянное число, что будет выполняться вот это, то при сходимости ряда 2, ряд 1 сходит равномерно. Очень удобный признак. Суть объясню. Значит, если мы рассмотрим функциональный числовой ряд, и вот это соотношение будет выполняться, и при том числовой ряд, если будет сходящимся, для числового ряда равномерно такое понятие нет. Просто числовой ряд с положительными членами, сходящийся, какими признаками мы можем его определить, мы знаем, хорошо знаем. Если он сходится, то автоматически вытекает, что данный функциональный ряд будет сходиться равномерно. Вот это очень важно. В этом случае говорят, что функциональный ряд, мажорируется числовым рядом АН. То есть вот этот ряд мажорируется с этим числовым рядом. Вот в этом случае говорят. Прежде чем перейти сейчас к примеру, я сейчас пример покажу. Я просто хочу напомнить, что у нас ограничено по Zoom каждую конференцию. Вот через пару минут мне показывают здесь закончится. И мы организованно выйдем из этой конференции. И через минуту опять вернемся. Уже новая конференция будет. И мы можем продолжить. А по правилам Zoom мы сейчас непрерывно не можем продолжить. потому что не сможем записать. Поэтому предупреждаю, когда время истекет, я выйду, вы тоже должны выйти. Опять мы возвращаемся в новую конференцию и продолжим изложение материала. Сейчас мы дали понятие мажорируемого ряда. Дали признак Верштрасса. Вот я сейчас оставляю. Значит, этот фрагмент, этот кусок. И вы должны еще, если не есть необходимость, перепишите. Если будет вопрос о себе, отметьте. После повторного захода на конференцию мы продолжим. То есть, еще материал весь я не изложил. Я продолжу изложение материала, а потом вы можете свои вопросы задать. Значит, признак равномерно сходимости Верштрасса. То есть, это фактически признак определяет, когда функциональный ряд является равномерно сходящимся. Для этого нужно, оказывается, его что? Сверить, сравнивать с чем? Числовым рядом. Вот. УН это общий член функционального ряда. ААН это общий член числового ряда. То есть, вот это неравенство здесь является центральным. Оно очень важно. Самое главное. Вот если его увидеть, что это выполняется, то, естественно, из сходимости числового ряда вытекает равномерная сходимость функционального ряда. И в этом случае говорят, или принято говорить, утверждают, что функциональный ряд мажорируется числовым рядом. То есть, это мажорантный ряд для него. Он мажорируется числовым рядом. Теперь, меньше минуты здесь мне говорят, я заканчиваю, и мы опять вернемся через пару минут. Продолжение следует...